Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Второй в интернете русский язык стал одним из самых популярных в сети. В мире двух культур литературная премия «Глаголица» открывает набор для детей билингвов. Ночь кино – ежегодная акция прошла в городах России. А теперь более подробно об этих и других новостях. Русский язык укрепил свои позиции в мировом интернете. Большое исследование провели специалисты Государственного института русского языка имени Пушкина. Оказалось, что сайты и виртуальное пространство с русскоязычным наполнением занимают второе место по представленности. Русскоязычный сегмент интернета продолжает уверенно развиваться. Известно, что именно русские активно используют представители онлайн-сообществ из России и стран СНГ, а также разработчики сайтов. По данным на 2021 год, доля веб-ресурсов на русском языке составляет 8,6% и занимает второе место в рейтинге, уступая английскому. Русский язык также стремится занять лидирующие позиции по количеству научных публикаций на международных порталах. Только за последние 10 лет число статей российских ученых в интернет-журналах увеличилось вдвое. Сегодня на русском языке говорят 258 миллионов человек. Он занимает высокий мировой статус и используется в крупных международных организациях. Конкурс для юных писателей «Глаголица» приглашает к участию. Начинающие авторы в возрасте от 10 до 17 лет смогут представить свои работы и войти в мир большой литературы. Специальная номинация существует также для соотечественников, проживающих за рубежом. Выбрать профессию и осуществить давгию мечту. Такие возможности дарит своим участникам независимая литературная премия «Глаголица». Работы лучших авторов ежегодно попадают на страницы российских журналов и других федеральных СМИ, а все участники литературной смены обретают единомышленников и опытных наставников. Премия «Глаголица» — двуязычный проект, который направлен на сохранение русского и татарского языков. Каждый год составит членов жюри именитые писатели России. Нарине Абгарян, Виктор Лунин, Надежда Ажгихина, Ася Петрова — известные авторы Татарстана. Премия у нас двуязычная. Работы присылают на двух языках — на русском и на татарском. Если говорить о номинациях, это проза и поэзия на русском и татарском языках для возраста 10-17 лет. Также принимаются работы в номинации «Эссе». Переводы художественные — это с французского, немецкого и английского языков на русский язык. В этом году конкурс пройдет уже в восьмой раз. Отправить свои работы в прозе смогут также авторы билингвы в возрасте от 10 до 17 лет. Среди участников специальной номинации определят финалистов, которые получат путевки на литературную смену в Казань. Победителям вручат электронные планшеты и книги, а владателю гран-при — статуэтку «Хрустальная сова». Пришли работы из 23 стран мира, и поэтому было принято решение организовать промежуточный этап в Европе, чтобы охватить большее количество детей и с большим количеством детей поработать. Это стало возможно благодаря поддержке фонда президентских грантов, ну и, конечно, фонду «Счастливая история». Первый этап конкурса пройдет заочно на сайте и определит 240 участников длинного списка. Половина из них войдут в шорт-лист и получат путевки на пятидневную литературную смену в столицу Татарстана. На литературной смене с юными писателями будут заниматься известные авторы и члены жюри. По итогам очного этапа станут известны имена победителей. В этом году с финалистами премии встретится французский писатель и мастер коротких рассказов Бернар Фрио, а также солист парижской оперы Михаил Тимошенко. Прием заявок на соискание независимой литературной премии «Глаголица» продлится до 17 сентября. Подробная информация о правилах участия размещена на официальном сайте проекта. Международный славянский форум искусств «Золотой Витязь» открывает новую программу. Осенью в городах России знаменитые художники проведут мастер-классы и лекции, а к литературному форуму присоединятся писатели и публицисты всего славянского мира. Более 400 мероприятий ежегодно проводят организаторы и участники славянского форума «Искусств «Золотой Витязь». Это театральные и кинопоказы, выставки, галоконцерты, а также встречи с выдающимися деятелями искусств России и зарубежья. Свой вклад в форум внесли жители Сербии, Украины, Белоруссии, Польши и других стран. Этой осенью «Золотой Витязь» готовит большую творческую программу. О предстоящих мероприятиях на пресс-конференции в Москве рассказал президент форума Николай Буриляев. За весь этот год, трудный год, мы показали и покажем около 400 разных программ, то есть программ больше, чем дней в году. И надеемся, что дело наше не бесполезно, что мы консолидируем лучшие силы, позитивные силы деятелей культуры планеты, потому что в «Золотом Витязи» участвуют до 60 стран мира. Открыл 12-й форум славянских искусств вернисаж народного художника СССР Александра Шилова. Его знаменитые полотна посвящены размышлениям о неповторимости человеческих характеров и судеб. Живописец старается вести диалог с современниками, а центральное место на его картинах занимают известные соотечественники, ветераны Великой Отечественной войны, герои России и олимпийские чемпионы. Вся идеология в этом форуме «Золотой Витязи» одна. Дать понять людям, для чего существует искусство. Оно существует с древнейших времен для того, чтобы очищать, возвышать и облагораживать души людей, и окружать их красотой и внутренней, и внешней. И тогда человек, глядя на картину, или слушая музыку, или какое-то стихотворение, или спектакль, он сам тянется к этому искусству душой и растет. Увидеть новые работы Александра Шилова можно 7 сентября. Выставка пройдет в преддверии открытия главных мероприятий 12-го славянского форума изобразительных искусств. С 15 сентября свои мастер-классы и встречи в городах России начнут проводить народные художники России Сергей Андреяки, Михаил Полетаев, Дмитрий Белюкин и другие. Праздничные галоконцерты и фестивали с участием знаменитых солистов и коллективов можно посетить во время музыкального форума искусств. Мероприятия пройдут в Ставрополе, Москве и Волгограде. Подробно ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте. Акция «Ночь кино» снова прошла в городах России. Ежегодный кинопоказ состоялся в последнюю субботу августа. Зрители проводили уходящее лето и насладились лучшими шедеврами мирового кинематографа. Сериалы, короткометражные фильмы, зарубежное и отечественное кино – эти и другие хиты мирового проката смогли оценить гости ежегодной культурной акции. С 2016 года ее поддерживают городские музеи, театры и другие арт-пространства страны. В столице «Ночь кино» прошла более чем на 120 культурных площадках. Так, специальный марафон короткого метра с участием картин из Австралии, Франции, Литвы и Австрии состоялся в парке «Музеон». Здесь зрители оценили лучшие фильмы третьего фестивального года «Москл Шортс». То, что вы сейчас увидите, это вторая часть сборника победителей года фестиваля «Москл Шортс». Первая часть только что мы показали в кинотеатре «Москл Салют». Эти победители отбираются в течение всего года ежемесячно нашей отборочной командой. Гай ты, Русь моя, родная! Традиционно акцию «Ночь кино» поддержал Есенин Центр. Гости посмотрели фильм-притчу к 125-летию поэта. Его жизнь, любовь и духовные поиски стали центральной темой картины «Восемь комнат. Ключи Есенина». В фильме раскрываются восемь ипостасей Сергея Есенина, которые нашли отражение в его поэзии и судьбе. В этот раз «Ночь кино» по всей стране поддержали рекордное количество площадок. Более четырех тысяч музеев, автокинотеатров и концертных залов устроили бесплатные показы. Лучшими фильмами 2021 года по версии Министерства культуры России и Фонда кино стали героический зрелищный фильм «Катастрофа. Огонь». Трогательная история дружбы мальчика и овчарки «Пальма», а также комедийная сказка «Конек-горбунок». О культовых фильмах российского кинопроката рассказали также за рубежом. В русском центре города Старозагора дети познакомились с историей отечественного кинопроизводства и посмотрели любимые мультипликационные фильмы. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.yandex.ru До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова